Уважаемые коллеги, 29 ноября 2023 года будет памятным тем, что это был первый днём расстройства движений. Каждая болезнь имеет свой день. Этот день теперь имеет и расстройства движений, которые играют очень важную роль не только в нейрологическом сообществе, но и вообще в социальном, в социуме, поскольку многие расстройства движений – это те расстройства, которые носят стигматизирующий характер. Многие расстройства движений возникают не обязательно в пожилом возрасте, часто возникают в молодом возрасте и в детском возрасте. И более того, многие из них имеют курабельный характер, поэтому их раннее выявление может быть очень важным для того, чтобы помогать таким пациентам. И, кроме того, безусловно, очень важно подчеркнуть роль общества в лечении таких больных, потому что многие среды лечения, которые особенно в последние годы развиваются, они имеют дорогостоящий характер, и без участия общества врачи бессиленно помогают таким пациентам. Надо сказать, что последние десятилетия они показали нам, что только в том случае, когда общественные интересы совпадают с интересами общества, общества с интересами пациентов, с интересами врачебного сообщества, мы можем достигать наиболее четкого результата в своих усилиях. Когда-то в 70-х годах прошлого века, когда впервые появился препарат Гевадопы, который стал на многие годы золотым стандартом лечения болезни Паркинсона, позволил существенно длинить продолжительность жизни пациентов с болезнью Паркинсона, стали появляться такие центры, где могли бы быть созданы наилучшие условия для лечения таких больных с помощью препаратов Гевадопы. И вот эти центры появились в Соединенных Штатах Америки, потом появились в европейских странах, появились вот такие центры в нашей стране. Это произошло в 78-м году, и благодаря усилиям профессора Василия Сергеевича Петерина этот центр был создан при кафедре ЦИУ тогдашнего, теперь это Российская медицинская академия первого председательного образования. И это та форма, которая на многие годы оставалась, очень эффективной формы. Не случайно, что наш центр, который создан на базе кафедры неврологии, при РМАПО, он до сих пор существует, даже тогда, когда все другие центры, которые часто были, может быть, более звонкими, более активными, тем не менее, не сошли со своей агены. Вот наш центр очень активно работал последние годы. Мы разработали многие важные подходы к ведению больного с экстрабиламидными расстройствами и с отсутствием движений. Надо отметить, что мы способствовали также тому, что стали более активными наши пациенты, которые демонстрируют иногда признаки самоорганизации, что было совсем еще невозможно представить себе несколько лет тому назад. Теперь наши пациенты организуют свое общество, которое может влиять на государственные решения. Поэтому я думаю, что вот эти общества, плюс ом, надо приветствовать и надо им помогать. Кроме того, надо отметить, что в последнее время мы все чаще говорим о том, что лечение неврологически заболевается, заболевается, становится все более дорогим. Когда мы говорим о том, что неврология становится все более дорогой, то это часто говорит о том, что, конечно, это не очень хорошо. Но, с другой стороны, дорогая неврология это единственная неврология, которая может быть эффективной. И поэтому здесь необходимо привлекать особое внимание правительственных структур и вообще общественных структур с тем, чтобы показывать, насколько драматична судьба пациентов с экстрапирамидными расстройствами, насколько эффективны методы лечения и насколько мы можем помогать, и обществу можем в целом помогать таким пациентам, сделать их жизнь наиболее счастливой. Поэтому я думаю, что сегодня мы будем думать о том, как сделать жизнь пациентам с более счастливыми, и это будет эффективным подходом к лечению больных. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok